Здравствуйте, я Красный Доктор, город Ленинград и сегодня мы снова поговорим о метрострое. Почему о нем говорим? Да потому что эта ситуация происходит в нашем городе прямо здесь, прямо сейчас и обойти страной было просто преступлением. Это настолько типичная ситуация для всего постсоветского пространства, что мы еще и еще раз обратимся к ней. Мне уже позвонил родственник и сказал, Григорий, там вышел закон, что за критику власти можно как бы и присесть. То есть он критиковал так, что завтра взяли и присадили. И о нашей власти сейчас можно по этому закону либо хорошо, либо никак. Для себя я назвал этот закон закон умершей власти. Но, подождите, я особо так и власти не критикую, я просто, ну просто надо их слушать и больше ничего. Все материалы, которые будут здесь предоставлены, они все из открытых источников, сами чиновники сами о себе говорят. Итак, напомню, группа инициативных товарищей из рабочей партии России прибыла в метрострой, разговаривала с рабочими и спрашивала чиновников. И вот, например, спрашиваю я. Слушаем. Что делать, чтобы такого не повторял? Ну вот сейчас это такой, знаете, урок очень серьезный для всех. И для метростроя, и для города. Я думаю, что будет как-то кардинально пересмотрен вопрос контроля за работой метростроя. Каким образом он будет осуществляться? Я вам сейчас не скажу. Это вопрос для обсуждения, для проработки. Вы понимаете, что это позор для города, вот эта ситуация? Значит, город на сегодня никакого позора за собой не чувствует. Я вам хочу сказать, вы не задавайте эти вопросы и не говорите утвердительно. Все деньги, которые необходимы для строительства метро, они у города есть. И город оплачивает только те объемы, которые ему предъявляются. А использовать средства нецелевым образом, это уголовное наказание. Могли бы еще раз повторить? Будут дела заведены, уголовные дела будут заведены. Через три секретари. До свидания. Будут уголовные дела заведены. Итак, ключевые слова. Никакого позора. Никакого. Это нам урок. И уголовное наказание, которое, естественно, не будет. Ну, потому что это же урок. Ну, какое уголовное наказание? И какой позор. Ну, никакого позора. 23 миллиарда выделили, ни станции нет, ни рабочим не заплачено. И вот гарант законности в нашем городе говорит, что не испытывает никакого позора. Мне по этому поводу вспомнился старый албанский анекдот. Итак, анекдот. Суд. Все доказано уже. Уже, как бы, растрата 23 миллиарда. Прокурор за это попросил расстрел. Уже судья встал, зачитывает приговор. Все доказано, все рассмотрено. И встает губернатор и говорит. Так, все, все, остановились, остановились. Это серьезный урок для нас. Я горжусь своей школой. Горжусь просто невозможно. Все все поняли. Вот и вы поняли, и вы поняли. Все, 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 все поняли. Так что потренировались, давайте на исходную. И тут такой выкрик из зала. А 23 миллиарда? Ну, вы знаете, школа не бесплатная. Вот такой вот албанский анекдот, который рассказал заместитель губернатора. Ну, вот в своих там выражениях он там просто забыл порядок этих слов. Ну, а сегодня я хочу рассказать именно о хороших и плохих капиталистах. О таком понятии, как класс в себе и класс для себя. Ну, и что сейчас предпринимают рабочие метростроя в связи с тем, что им до сих пор не выплатили всю заработную плату. Итак, разберемся сначала вот этой темой о хороших и плохих капиталистах. Группа инициативных товарищей из Рабочей партии России провела беседы не с одним рабочим. И эти рабочие нам постоянно рассказывали вот эту вот основную тему о хороших и плохих капиталистах. Итак, берите листочек бумаги, ставьте плюсики, потому что вы реально запутаетесь, кто же из них хороший и кто же из них плохой капиталист. Итак, начинаем смотреть. Что касается вопроса о том, можно ли было сразу погасить долги перед метростроем, я хочу сказать, что это сделать невозможно, потому что у метростроя очень большой объем денег, который на сегодня находится в банках по требованию Федеральной налоговой службы либо других субъектов, организаций, значит, либо банков, у которых брали кредиты и так далее. То есть, если мы сегодня перечислим те деньги, которые мы могли бы перечислить метрострою, значит, то они бы были списаны в интересах других лис. Ну все, все же понятно, кто хороший, кто плохой. Вот это конкретно родной отец, просто родной отец взял эти деньги, принес их рабочих, спрятал специально от Александра, потому что Александр уже берется своими поделиками и пихает их неизвестно куда, деньги сразу уходят там и сразу начинают крутиться, зарплату рабочим не платят, а этот принес, спрятал, и ясно, что рабочие получат деньги. Все понятно, смотрим дальше. Принято очень важное решение по докапитализации компании Метрострой и по увеличению городского участия в акционерном капитале этой компании. Речь идет о имущественном взносе. Мы предполагаем, что денежные средства, которые направят бюджет Петербурга в течение 2019 года, состоят не менее полутора миллиардов рублей. Вот. Господин Албин, бакланы которого погрызли зенит-арену, а уж метро-то они разгрызут от этого счета, сообщил, что проведена докапитализация будет проведена. Ну, что такое докапитализация? По-русски это у Александрова отжимают бизнес, его монополию. Вот. Ну, кто здесь теперь плохой? Ясно, что гады какие-то забирают у бедного Александрова его монополию. Каким же образом? Смотрим дальше. К метрострою, поскольку это формально частная организация, должны быть применены все те же формы государственного заказа, как ко всем другим поставщикам государственных услуг. Только по выполненным работам, по факту сдачи этих работ, с формулировкой претензий со стороны города по качеству выполненных услуг. Ну, очевидно, что метрострой, который, ну, фактически сохранил менеджмент еще там с советских времен, к такой форме работы не привык. Елена Дмитриева, ну какие советские менеджеры, ну какие советские? Советские менеджеры, то есть управленцы, строили по 5-6 станций метро в год. А эти, извините, не строят, они в основном там пилят. И это совершенно не советские менеджеры. Но разговор о другом, о хороших и плохих капиталистах. Вы там на листочке записываете, где хороший, где плохой. Вот здесь получается город, ну, то есть какие-то капиталисты, которые, условно назовем их город, реально отжимает вот таким образом бизнес у Александрова, ну, со всякими там придирками, тут что-то не достроил, там подобное. И рабочие поэтому не получают денег. Ну, и кто здесь хороший, кто плохой капиталист. Ну, смотрим дальше. Тогда же строители подтвердили то, что сегодня называется в числе основных причин срыва сроков – отсутствие необходимого технологического оборудования и материалов. Говорят, то, что можно сделать за три дня, они делают за месяц. Двое на молоках, двое с лопатами на букирку, уже народ тупеть начинает. Давайте кирпой попробуем работать. Куда мы, во что мы превращаемся? То есть это организация работы. И второй момент – это... Я уже не говорю об оборудовании, о технике какой-то. Техника вся встает, там вся ломается. О, только что было понятно, кто хороший, кто плохой. Но тут получается, что как-то вот Александров-то оборудование тут нового не поставляет. Производительность вообще на низком уровне. А рабочий говорит о какой-то кирке. Что-то непонятно уже, кто тут хороший, кто плохой. Но смотрим дальше. Дол, зала заседаний словно граница. С одной стороны, курирующий строительство вице-губернатор Игорь Албин с представителями Комитета по развитию транспортной инфраструктуры. С другой – генеральный директор метростроя Николай Александров и его отец, бывший руководитель предприятия Вадим Александров. Именно им действующий губернатор Петербурга Александр Беглов задает конкретный вопрос, предварительно озвучив планы города относительно метростроя. Я считаю, что, наверное, город должен иметь соответствующий контрольный пакет, чтобы управлять всеми ситуациями и тоже нести консолидированную ответственность. Николай Владимирович, Владимир Николаевич, нет выражений? То есть вы всячески будете способствовать для того, чтобы город имел контрольный пакет, правильно ли я? Чувствуете, становится все интереснее и интереснее. То есть разговор идет о следующем. Товарищи Александровы, господа Александровы, мы как бы у вас отжимаем вашу монополию, но надо посодействовать. Вещи, ничего в разговор. Надо пальцем посодействовать. Ну, ничего, что вы каждый год зарабатывали десятки миллионов. Но сейчас не получится. Понимаете, нам в ближайшие 10 лет мы в метро будем вкладывать примерно треть триллиона. Ну, вы здесь ни при чем. Посодействуете? Не забываем на листочке ставить, потому что запутаетесь, какой плохой капиталист стал хорошим, а хороший капиталист стал плохим. Записываем и смотрим дальше. И вот газета «Коммерсант» печатает материал с интервью младшего Александра, где он рассказывает, что собирается убыть город Москву с метропроходческим щитом «Надежда», причем убыть без рабочих. Тут же некий специалист комментирует, что у «Надежды» осталось к ресурсу на 6 километров тоннеля, что обратно в Питер «Надежда» не вернется. То есть семья почетного гражданина Санкт-Петербурга Александрова окончательно хоронит метрострой, оправдываясь, что это просто шантаж губернатора без «Надежды» для рабочих. Пообещал же Александрову помочь губернатору отжать у себя монополию. И слово свое держит. Если кто-то запутался, то берите листочек с карандашом. И вот она, жирная точка. Александров при первой же возможности берет проходческий щит «Надежда» и отбывает с ним в Москву, если опять же выигрывает конкурс, на который он заявился. То есть получается, от него ждут, что он радеет за свой метрострой, а он ради своей выгоды готов забрать единственный эффективный проходческий щит, от которого зависят в принципе все остальные рабочие, потому что это главная копалка этого метро, и может отплыть в Москву. Ну и где здесь хорошие, и где здесь плохие капиталисты? Не бывает хороших и плохих капиталистов. Между капиталистами идет грызня, одни других едят. То есть капитал, он либо прибавляется, либо убывает. То есть возрастает, либо убывает. Соответственно, в данном случае у Александрова он сейчас убудет, потому что у него этот бизнес, скорее всего, отожмут рано или поздно. А у города, непонятно кто за этим стоит, соответственно появится вот такая монополия. Но разговор-то о чем? А разговор о том, о классе в себе и о классе для себя. Дорогие товарищи шахтеры и все остальные, у кого подобная ситуация на предприятии. Вы должны осознать, что у нас сейчас капиталистическая страна. У нас есть два класса. Классы капиталистов и классы пролетариев. Так вот, сейчас пролетарии представляют собой класс в себе. То есть они не осознают, что они класс и не понимают, что у них есть свои интересы. Что как только они осознают, что у них есть свои интересы, тогда они будут классом для себя. Тогда они эти интересы будут выражать и защищать. Что значит, я не должен в это вникать? Я завишу от своего работодателя. Работодатель со мной ведет диалог. Зачем не портить отношение со своими работодателями, если я знаю первую причину проблем метростроя? Зачем это делать? Правильно? Зачем создавать проблемы? Так, рабочие, просыпаемся, просыпаемся. Итак, вы должны, рабочие, проснуться и осознать, что вы класс для себя. Чтобы быстрее это сделать, надо поступить в Красный университет. Это можно сделать очно и заочно. Надо прослушать лекции Михаила Васильевича по социально-трудовым конфликтам, целых 14 штук, где он рассказывает, как вот с помощью вот этого трудового кодекса правильно провести законно забастовку, а также приехать два раза в год на Российский комитет рабочих в Нижний Новгород. В этом году весной он будет 16 и 17 марта. Ну и по времени я вижу, что мне пора заканчивать, потому что, когда я спрашиваю молодежи, они говорят, ну, видишь ли, очень интересно, но если ролик больше 12 минут, я, скорее всего, его просто смотреть не буду. Поэтому наш лимит 12 минут. До новых встреч. В следующий раз я расскажу, как же ведут себя шахтеры после проведенных удачных забастовок. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok